Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо большое за возможность принять участие в этом, действительно, очень ответственном мероприятии. Я хотела бы несколько слов, вот в 5 минут уложиться, рассказать про созданную из тех школы бизнеса высоких технологий. Школа была создана чуть меньше года назад и как-то поделиться тем, что нам удалось сделать. И, собственно говоря, пригласить тоже многих к сотрудничеству, к коллаборации в будущее. Изначально идея создания бизнес-школы при физтехе, она поддержала Герману Носковичу Грефу, и была задача объединить лучших для создания лучшего. То есть при поддержке Сбера была разработана концепция, ну и запущена, в общем-то, бизнес-школа. И первыми пилотными проектами, которые стартовали еще в прошлом году, была магистрская программа создания и развития высокотехнологичного бизнеса и разработка и подготовка программы МВИК. Обсуждение было начато еще в прошлом году, и я надеюсь, что в этом году при поддержке и сотрудничестве не только Сбера, но и вновь появившегося с лицентом, ну что там партнера МШУ Сколкова, эта работа будет продолжена. Помимо этого, потому что программы, бизнес-школьные программы, в общем-то, ставят перед собой задачу привлечения в экосистему, да, так скажем, физтеха, в отбиток физтеха, не только ученых, но и предпринимателей. Дает возможность нашим проектам развиваться более быстрыми темпами, да, стартовать сразу же, и дает возможность студентам пробовать себя не только в науке, но и в высокотехнологичной предпринимательстве. Помимо этого, сейчас идет активная работа по разработке бакаларской программы совместно со школой, также совместно с Московской школой управления Сколково. Задача и магистрской, и бакаларской программы – это, в общем-то, привлечение талантливых ребят, которые помимо увлечения, да, то есть, естественно, с высоким уровнем математической подготовки, подготовки по техническим примерам, по физике, то есть, то есть, с них никто не снимает необходимость, да, иметь высокие баллы ЕГЭ, в первую очередь, математики. При этом ребята, которые выбирают для себя, да, там, путь, больше ориентируют, да, на какие-то экономику, развитие бизнеса, может быть, заинтересованы в развитии собственных проектов, да, видят себя предпринимателями в будущем, и, в общем-то, которые в отсутствии данной программы выбрали для себя, может быть, другие какие-то университеты. Наша задача – дать им эту возможность получить, с одной стороны, вот этот физтех-компонент высокого уровня и отличного качества, да, и, с другой стороны, дать возможность им пораньше стартануть, да, проявить свои предпринимательские способности и способности в экономике. К запуску запланируют также программу EPA, которая позволит выпускникам расти дальше, развиваться, то есть, и тем структурам, которые есть на физтехе, связанным с технологическим предпринимателем, да, с возможностью дополнительно набирать для себя кадры, да, необходимые. Мы большой, в связи с тем, у нас практико-ориентированные программы, поэтому мы большое внимание выделяем, конечно же, практике студентов на развитии собственных студенческих проектов, поэтому большую помощь нам оказывает экс-система Сбера. Студенты имеют возможность учиться в Сбера-университете, общаться с представителями бизнеса, да, которые организовывают там собственные проекты. Имеют возможность получать советы по развитию, да, по быстрому старту, возможность общаться с трекерами, с менторами, в общем, и широкий спектр возможностей, да, для того, чтобы быстро получить опыт старта высокотехнологичных проектов. И понятно, что в основном обучение, вот уже пятый, шестой курс магистратуры, да, нацелено на поддержку их проектной работы. И с этим хочется обратиться к коллегам в плане, возможно, будущего взаимодействия, да, тоже так же обозначить возможность наш, то есть по подготовке кадров для лабораторий, для проектных офисов, которые будут создаваться внутри физтех-школ. То есть вполне возможно, что либо те сотрудники, которые сейчас у вас занимаются развитием проекта, будут заинтересованы в получении дополнительных знаний, здесь же на физтехе, которые дадут им перспективы и видение быстрой коммерциализации, да, либо интеграции, либо быстрого трансфера технологий для конечного потребителя. А также мы рады будем, да, если наши, те ребята, которые приходят к нам на наши программы, могут находить себя в лаборатории других из тех школ. Все, спасибо коллегам.